В российском Минобороне ожидают комментарии в Пентагоне по поводу обстрела мечети в сирийской провинции Алеппо. Об этом заявил официальный представитель ведомства России Игорь Коношенков. Правозащитники сообщили, что в результате атаки погибли более 40 мирных жителей. Эту новость перепечатала европейская и американская пресса. Причем некоторые, по словам Коношенкова, позволили себе намеки на причастность к учившемуся российской или сирийской авиации. Далее все должно было идти по многократно описанному нами сценарию. Сначала следуют публикации фейковых доказательств преступлений сирийского режима и тех, кто их поддерживает, организациями вроде Human Rights Watch или Bellingcat. А завершается все гневными заявлениями МИДа Великобритании или Франции с требованием немедленно расследовать эти военные преступления. Однако не случилось. Вместо этого неожиданно обнаружилась фотография найденного на месте взрыва фрагмента авиационной ракеты типа «Воздух-Земля» «Хеллфайр». Она не оставила никаких шансов для международной коалиции, как всегда, отделаться молчанием и поупражняться дипломатом в антироссийской риторике. Этот удар случился как раз в то время, когда в мечети происходила молитва. Прямо на месте, под сводами разбитого авиаударом здания, погибли 40 человек. К этому часу известно, что из более чем 100 раненых скончались еще 35 прихожан. После того, как появились вот эти кадры, осколок авиабомбы с маркировкой латинскими буквами, не признать произошедшее было уже невозможно. Центральное командование США заявило о своем промахе, который стоил стольких жизней. Американские летчики, по заявлениям их командиров, конечно, целились в боевиков. Их совещание якобы происходило в здании, расположенном в 15 метрах от мечети. Однако, почему удар решили нанести в то время, когда в непосредственной близости находились сотни мирных жителей, еще предстоит выяснить. Важен уже и тот редкий факт, что американские военные признали свою вину и теперь обещают тщательно разобраться в произошедшем. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok